Приветствую вас, я думаю, что начать мой ответ вам нужно с такого встречного вопроса, что делать, чтобы что, с чего вы хотите. Поменять молодого человека у вас не получится, отношения это безусловное принятие партнеров. Вы можете либо поменять себя, либо гармонизировать отношения путем изменения поведения. Не совсем понятно, что делать, чтобы что, опять же, какая цель. Но по общему правилу первое, что нужно сделать, это разобраться в себе, в своих собственных страхах, противоречиях и прочее, потому что у вас это все присутствует. И тогда уже естественным путем вы увидите то, как вам нужно будет вести себя молодым человеком и что с ним делать. Дальше. Следующий момент. Для чего вам семья? То есть вы говорите, что очень любите его, но готовы поставить вопрос ребром, то есть готовы уйти, готовы по факту шантажировать человека семьей, свадьбой, а хотите создать с ним семью. Для чего вам семья? Потому что здесь форма отношений определенная как бы превалирует над самими отношениями. Это неприемлемо, если люди хотят выстраивать здоровое взаимодействие, ну здоровое, адекватное взаимодействие. Поэтому, а тем чего вы хотите и хотите ли вы для себя, а и хотите ли вы для молодого человека, нужно разобраться, чтобы вы не путали эти вещи, чтобы вы не мешали их в кучу. Следующее. Да, у молодого человека есть проблемы, безусловно, как у вас тоже, но у меня есть ощущение, что вы его не принимаете. То есть те вещи, о которых вы говорите, такие достаточно системные, достаточно основательные моменты, которые скорее всего останутся с молодым человеком на всю жизнь. Да, можно там что-то подкорректировать, безусловно, но вот так, чтобы он изменился радикально, это вряд ли. Поэтому решите для себя, принимаете ли вы мужчину или нет. Если вы его хотите поменять, да, если вы хотите, ну вот если вы хотите его изменить, то можно поднять вопрос о том, насколько вы искренне к человеку относитесь, вот. Насколько вы его принимаете таким, как он есть, вот. И принимаете ли вы его таким, таким. Вот, это очень важный момент. Потому что, если вы его не принимаете, то, ну, наверное, отношения выстраивать вам не что-то. По крайней мере, для, ну, на романтической основе, на духовной основе, вот. Дальше. Вы говорите, что, ну, вас бифят некоторые вещи в молодом человеке. И, на мой взгляд, здесь, вам за это нужно взять личную ответственность. Чтобы не перекладывать ее, я имею ввиду, ответственность на мужчину. Это не совсем справедливо. По отношению к нему. То есть, эээ, ну, ну, вас что-то, что-то задевает, да, вас, например, там, бифят его мама, к примеру. Но, бифят вас его мама, вас. То есть, дело вас. Понимаете? Какая штука. И если вы не возьмете на себя ответственность за то, что вам происходит, то ситуация может быть весьма и весьма. Печаль. Для вас. Потому что, эээ, вы будете, эээ, слишком сильно, эээ, зависит от, эээ, мужчины. Вот. Ну, вы уже, можно сказать, в какой-то степени, сильно, достаточно, зависит от него. Сильно чувствуете, эээ, как вот его, какое-то вот поведение, его, его, какие-то, эээ, ну, действия влияют на вас. Вот. И это, конечно, недопустимо. То есть, недопустимо, чтобы, эээ, такая история была. Недопустимо, чтобы такое влияние было. Недопустимо, чтобы, эээ, чтобы вы настолько зависели от человека. Ну, я правда думаю, что зависите вы здесь не столько, не столько от него. Вот. Сколько от того, что он вам может дать, по вашему же мнению. Вот. Вот. Мне кажется, что дело в этом. Хотя, конечно, эээ, я могу, могу ошибаться, могу, могу быть неправ. Но мне кажется, что, эээ, в этом основная трудность ваша. Вот. Ну, соответственно, эээ, желательно, чтобы вы, эээ, отделяли себя, себя от него. Желательно, чтобы вы, эээ, ну, отграничивали, скажем так, чтобы отграничивали себя от человека. В таком случае ситуация будет, эээ, скорее скорее идти на, ну, на ухудшение, нежели чем на, эээ, ну, на улучшение. Вот. Мне очень, очень, очень жаль вам об этом говорить. Эээ, сказывается, конечно, еще и такой момент, что у вас, по сути, нет, эээ, целям. То есть у вас, эээ, эээ, нет запроса, эээ, ну, такого, с такого, с такого, ээээ, чтобы, эээ, четко достаточно понимать, да? Эээ, чего вы хотите, например, от психолога, допустим, что вам нужно, от психолога. Вот. Если бы запрос был, быть, что можно было бы вам помочь несколько лучше, конечно же. Вот. А так, получается, что, ну, по сути, эээ, вы можете, а, как бы, оспорить, да? А, любое, ну, ну, может быть, не любое, может быть, прям, но, эээ, направление мыслей, которое, допустим, предлагаю вам я. А, вот, не то, чтобы меня это беспокоило, поймите правильно, просто, эээ, как бы, ну, отсутствие вектора, отсутствие вектора, эээ, поведение не, эээ, помогает. Ну, вот, скорее, на, эээ, ну, оставляет в таком, эээ, подвешенном, что ли, состоянии, в какой-то степени. Вот. Поэтому я и рекомендую вам, эээ, куда-то, подумать о своей цели, цели. Вот. Обращение. Что-есть, вот. Для чего вы обращаетесь? Сейчас. К нам. Это очень важный момент. Вот. В целом, мне кажется, что, эээ, ваши, эээ, взаимоотношения, эээ, ну, достаточно незрело, мне так кажется. Вот. Мне кажется, что, эээ, у вас, эээ, есть, эээ, вот, вы говорите, что доверия нет. Ээээ, вот, доверие это, кстати говоря, эээ, проблема ээээ, доверие себе. 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 Самой. Что-есть, вы не доверяете сами себе. Получается. Вот. И, эээ, это, серьёзно, серьёзная трудность. Вот. Потому что, если вы не можете доверять сами себе себе, то, ну, в отношениях, всегда будет присутствовать, эээ, определённая такая проблематика, да, определённая напряжённость будет присутствовать всегда. Вот. Поэтому доверие в себе, тоже нужно поработать вам. И, повторюсь, эээ, ничего не решать, эээ, сейчас, на данный момент. Ничего не решать. Эээ, решать только, когда вы разберётесь в, эээ, в себе, и только когда нам будет понятно, чего вы хотите, эээ, для чего, к примеру, вам, да, потому что, то ли вы молодого человека пытаетесь, пытаетесь, к себе так привязать, например, то ли вам это для чего-то нужно, например, для защиты, собственно, себя. Вот. Это такой вопрос. Достаточно важный. Разобраться с ним стоит. Вот. Так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. До свидания. ・..